Автограф Дня в эфире, с вами Артемий Заварзин. Здравствуйте! В начале коротко о темах выпуска. Поморский строительный форум открылся сегодня в Архангельске. Прокурор области подвел итоги минувшего года. О комфортной городской среде задумались школьники. Почему кинокритик Антон Долин считает себя дилетантом. И второй в регионе ТИР открыт в областном центре. Итак, Поморская строительная неделя в Архангельске набирает обороты. Сегодня самые масштабные мероприятия в стенах САФУ. Открылась 14-я выставка «Стройэкспо». Пока 50 компаний из Архангельска, Ярославской и других областей представляют свои товары, участники 13-го поморского форума обсуждают болевые точки строительной отрасли региона и строят планы на будущее. Анна Рязанова продолжит. Более пяти лет на строительном рынке. Архангельской компании производства и снабжения есть чем похвастаться и что предложить нашему региону. Авторизованный дилер крупнейшего производителя московской группы «Полипластик» предлагает полимерные трубы для наружных сетей водоснабжения, газораспределения и отопления. У компании в Архангельске собственный складской комплекс. Можно просто прийти и забрать материал. Они являются хорошим, отличным аналогом замены металлических труб. Наша компания в пятый год принимает участие в данной выставке. На 14-й выставке порядка 50 строительных компаний из Архангельской и Ярославской областей, Москвы, Череповца и Челябинска. В этом году «Стройэкспо» впервые проводится в унисон с региональным поморским форумом, который принимает более 300 участников. Среди них представители московской компании «Рустех». В нашем регионе у застройщика уже есть позитивный опыт. Трехэтажный дом в Коныше, возведенный в 2015 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дом построен по особой технологии – из черных стальных конструкций. Очень хотим расширить присутствие на рынке. Данная технология не подвластна погодным условиям. Эффективно можно строить в любое время года. Высокая скорость возведения при низких затратах. Поморский форум – это возможность открытого диалога бизнеса и власти. Строительные итоги 2017-го глава региона Игорь Орлов называет позитивными. Возведено 382 тысячи квадратов жилья. И дорожное строительство не отстает. Явный тому пример – проезд сибиряковцев, построенный в два раза быстрее запланированного. 56,5 миллиардов в год у нас освоила строительная отрасль. Это огромные деньги. Другое дело, что экономика этой отрасли сегодня не до конца соответствует современным вызовам. Нам сегодня нужны комплексные решения. Это касается и строительства школ и детских садов. На форуме обсуждают – их в регионе острая нехватка. В ближайшие два года в планах – возведение семи дошкольных учреждений. Другая проблема отрасли – обманутые дольщики. Их сейчас 101 человек. И пока одни недоумевают – как вернуть себе уже купленные квадратные метры, другие не знают – как вообще приобрести жилье. В регионе оно слишком дорогое. Но власти уверяют – проблема решается. Не так давно мы были на новом заводе, который занимается изготовлением железобетонных изделий. Предприятие планирует начать реализацию изготовления нового типа панелей, нового типа для нашего города, то есть слоёные конструкции. А это всё локализовано здесь, и, соответственно, будет несколько иная цена, нежели у привозной продукции. И кадры строительные у региона тоже подрастают. Касается это не только высшего и среднего, но и начального образования. К примеру, на базе 14-й школы Архангельска открыли первый в области строительный класс. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, регион 29. В 2017 году в регионе уменьшилось количество преступлений на 4%. Об этом сегодня рассказали на итоговом совещании в прокуратуре Архангельской области. Однако криминальная активность населения по-прежнему высока. В основном орудуют мошенники. Львиная доля преступлений совершается в интернете. Основная масса вот этих мошенничеств как раз-таки и приходится на вот эти вот преступления, связанные с телефонами, с вот этими вот социальными сетями и так далее, и так далее. Их наибольшее количество, они в наименьшем количестве раскрываются, а соответственно, если не обеспечивается основной принцип уголовного судопроизводства, неотвратимость ответственности, то на этом фоне, как говорится, все это активно произрастает. За 4 года число случаев мошенничества увеличилось почти в 2 раза. Растет также количество разбоев, грабежей, вымогательств, убийств от преступных посягательств. В прошлом году погибло более 200 человек. В Архангельске подвели итоги обучения общественных наблюдателей, которые будут следить за процессом выборов 18 марта. Оценку работе дал представитель общественной организации по защите избирательных прав Олег Иванников. По его словам, Архангельская область к выборам практически готова. Жители региона охотно записываются в общественные наблюдатели, среди них немало молодых людей. Для молодых людей участие в избирательной кампании в качестве наблюдателя – это очень хороший социальный лифт. Потому что для многих это коренным образом изменит всю дальнейшую жизнь. Кто-то пойдет на перспективу работать в избирательную комиссию, кто-то будет зачислен в штат общественной палаты. В областном центре прошла и специальная видеоконференция для независимых наблюдателей. В ней приняли участие более 800 человек. Единственное, что они могут делать, увидев несправедливость, какую-нибудь, ну скажем, хамство, грубость, какое-либо нарушение, только наблюдать, подавать либо письменное, либо устное заявление о том или ином нарушении председателю избирательной комиссии. Обучение прошли и председатели участковых избиркомов. Им показали, как работать с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Напомню, всего в регионе будет задействовано 67 КАИБов. Полным ходом подготовка к выборам идет и на избирательных участках, а о некоторых ее нюансах журналистам рассказали представители городской избирательной комиссии и администрации Архангельска. 18 марта воспользоваться своим правом на выбор смогут почти 270 тысяч архангелогородцев. Некоторых доставят до избирательных участков с ветерком. С Кемского поселка помещения были перенесены на Краснофлотскую-3. Из 21 лесозавода помещение было перенесено на Маслова-22. Поскольку расстояния достаточно большие и понятно, что избирателям некомфортно будет добираться до туда, мы вместе с городской администрацией инициировали организацию доставки избирателей в день выборов до новых помещений избирательных участков. Автобусы будут ходить с 10 утра каждый час. Пока же на избирательные участки завозят оборудование. Например, 67 новых комплексов обработки бюллетеней. Из других технических новинок – рамки металлодетекторов с представленными к ним сотрудниками полиции. Все во имя безопасности. Мы из 153 избирательных участков, которые у нас в принципе образованы на территории города Архангельска, 148 рамками металлодетекторов закрываем. Кроме того, на большей части избирательных участков у нас будет организована система видеонаблюдения. То есть, по сути дела, через сайт Центральной избирательной комиссии можно будет посмотреть, как проходит голосование. И впервые видеокамеры у нас будут находиться в территориальных избирательных комиссиях города. Стало быть, следить можно будет и за непосредственным подведением итогов. Напомним, одновременно с выборами президента России пройдет и рейтинговое голосование по программе «Комфортная городская среда». Граждане могут определить общественную территорию для благоустройства. Претендентов на качественное преображение – 8. Внести свою лепту в развитие Архангельска можно на одном из 87 участков по соседству с основными выборами. У нас будет отдельное помещение, оборудованное урной для бюллетеня с использованием стиля и брендбука формирования комфортной городской среды. Будут также настенные материалы, справочные по дизайн-проектам, представленным для голосования. Ознакомиться с проектами благоустройства общественных территорий можно на сайте администрации Архангельска в разделе «Городская среда». Алексей Карельский, Светлана Михеевская, «Регион-29». А супер-призы селфи-конкурса «Регион-29 выбирай» уже готовы и ждут своих обладателей. Главное – проявить гражданскую позицию и прийти на выборы президента уже в ближайшее воскресенье, 18 марта. Волонтеры конкурса «Селфи-регион-29 выбирай» – те, кто поможет сделать все по правилам. Сегодня ребята вышли в поля. Они рассказали Архангела Городцам про основные правила селфи-конкурса и про главные призы. Кстати, они уже ждут своих обладателей. Как вы видите, здесь большая часть призов уже приехала. Здесь у нас находится 30 призов. Приставки, планшеты, гоупрошки, айфоны, часики – все здесь уже есть. Не хватает только 12 призов – это велосипеды и гироскутеры, которые к нам еще едут. 42 подарка будет разыграно на главном селфи-конкурсе области «Регион-29 выбирай». Принять участие в котором довольно просто. Проголосовать 18 марта, сделать фото в конкурсной рамке, которая будет находиться на избирательном участке. И затем выложить фото в социальную сеть ВК или Инстаграм с хэштегами «Голосовать-29» плюс хэштег города. Мы сейчас сталкиваемся очень часто в соцсетях с такой идеей, что все это имитация, никаких призов не будет, либо они достанутся каким-то своим людям. На самом деле, призы самые, что ни на есть, настоящие, они уже здесь, еще раз повторюсь. А за, скажем так, объективностью этого конкурса будет следить специальная система, разработанная на сайте, и наши модераторы. Принять участие в конкурсе смогут все жители Архангельска, Новодвинска и Севродвинска, кто придет на избирательный участок. Загрузить фото в социальную сеть ВК и Инстаграм можно будет с 18 по 20 марта. Победители определятся народным голосованием по количеству лайков. Их имена объявят 25 марта. Вадим Федосеев, Екатерина Широкова, Денис Линчевский, «Регион-29». Поставить памятник или обустроить клумбы решали ученики эколого-биологического лицея. Они придумывали проекты нового сквера в округе Майская горка Архангельска. Идею ребят выслушала Юлия Митина. В пятом Б-классе эколого-биологического лицея идет бурное обсуждение. Здесь ученики создают проект парка в округе Майская горка. В голосовании между ребятами победил вариант экотропы. Мы поставили на этом проекте, чтобы все было для людей чисто, чтобы есть мусорка, которая разделена. Не забыли ребята и про безопасность. Поставили фонари, чтобы можно было гулять вечерами. Учителя не остались в стороне и помогали ученикам с идеями. Я думаю, что такие уроки, безусловно, стоит проводить чаще, потому что на этих уроках дети могут реализовать себя, придумывать что-то новое, раскрывать какие-то свои новые способности. Классный час посвятили формированию комфортной городской среды. В Архангельске все больше учеников присоединяются к этому проекту. Финальное голосование за территорией для благоустройства пройдет 18 марта. Если юный гражданин города примет участие в высказывании идеи по формированию проекта, посмотрит, как за него голосуют, далее увидит его реализацию, то, конечно же, на выходе мы получим, во-первых, патриотов. Все идеи школьников будут переданы руководству округа «Майская горка». Ребята надеются, что именно их проекты воплотят в жизнь. Вадим Федосеев, Юлия Митина, Ольга Красулина, Регион 29. И сейчас срочная информация. В Котласе полчаса назад произошло ЧП. Неизвестный позвонил и сообщил, что в торговом центре «Адмирал» заложена бомба. Информация о заложенной в торговом центре «Адмирал» бомбе поступила в дежурную часть полиции Котласа 18-22. Судя по голосу, звонил несовершеннолетний мальчик оперативно к месту происшествия. Съехались все спецслужбы, полиция, спасатели, пожарная, скорая помощь, представители комитета гражданской защиты. Они сразу оцепили территорию. Люди из торгового центра были эвакуированы. Сообщение о минировании крупного торгового центра Котласа оказалось сложным. Взрывного устройства здания, к счастью, не было. Спецоперация продолжалась чуть больше часа, и уже к 8 часам вечера торговый центр работал в прежнем режиме. Сейчас прервемся, а после продолжим выпуск. Шуба по праву считается роскошным и изысканным предметом гардероба. К ее выбору нужно подходить особенно тщательно. Меховая компания «Белка» позволяет северянкам пощеголять в уютной обновке еще в этом сезоне. Весна стучится в двери, но зима пока не готова сдать свои полномочия. У северных красавиц еще есть возможность порадовать себя теплыми и удобными шубками. В этом им поможет меховая компания «Белка». В торговом центре «Корона» открылась выставка шуб, на которой представлены интересные и неповторимые модели широкой цветовой гаммы и размерного ряда. На выставке более тысячи моделей из качественного отечественного меха. Меховая выставка компании «Белка» открыта для всех желающих приобрести шубу по выгодной цене. На выставке представлен большой выбор шуб из меха, норки, мутона, а также дубленок. В ассортименте самые популярные светлоудлиненные модели шуботрансформеры и меховые жилеты из песца и норки. На каждой шубке есть чип, который хранит информацию об изделии. С помощью обычного смартфона покупатель может узнать, где шуба была произведена и из какого она меха. Качественная и красивая верхняя одежда по низкой цене – вот девиз меховой компании «Белка». Кроме того, у северных красавиц есть возможность взять любое изделие в рассрочку на три года без первого взноса и переплат. Приходите за меховыми обновками в торговый центр «Корона», второй этаж. Выставка работает с 14 по 18 марта с 10 часов и до 7 вечера. Это «Автограф дня». Мы продолжаем выпуск. Безопасность детей в школах, меры поддержки российской семьи, а также доступность медицинской помощи в отдаленных территориях. Эти темы стали главными и на заседании Женской палаты депутатов Архангельской области от партии «Единая Россия». В центре внимания депутатов состояние фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности и нехватка квалифицированных кадров на местах. В фельдшерско-акушерских пунктах не хватает сейчас фельдшеров. И, значит, мы совсем недавно были на сходе. У нас в Ростовской амбулатории, например, медицинским обслуживанием занимается медицинская сестра, которая не может выдавать больничные листы. Другая проблема – транспортировка роженицы с деревень в родильные дома крупных населенных пунктов. Состояние дорог было. И машины бы были санитарные, что это будет очень оперативно доставлена женщина. Но наши дороги, извините меня, оперативность, когда женщина многодетная рожает там пятого-шестого ребенка, это уже буквально часы. И доставить там до Котласа, до Архангельска – это, знаете, сомнения есть. Вопросы развития здравоохранения находятся на особом контроле в правительстве страны. Так, в сельской местности в ближайшие годы появятся новые ФАПы, а с 1 января для молодых родителей введены специальные меры поддержки. К сожалению, сегодня даже те инициативы президента, о которых вот с 1 января стартанули, это поддержка первому ребенку при рождении второго, многие даже люди не знают об этом, что они могут сегодня, с 1 января уже получить поддержку, материальную поддержку своей семьи при рождении первенца. Помимо этого на заседании также поднимали вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и обсуждали готовящуюся программу «Десятилетие детства». К другим темам накануне архангельский зритель встретился с ведущим отечественным кинокритиком, известным российским журналистом Антоном Долиным. Двухчасовая встреча при полном аншлаге прошла в Поморской филармонии. Владлена Романова с подробностями. Четыре в неделю, двадцать в месяц, около двухсот в год. Именно столько отечественных и зарубежных фильмов отсматривает Антон Долин. Кинокритик, журналист, обозреватель на меньшее не согласен. Но в свободное время предпочитает встречаться со зрителями и беспрекрасно отвечать на их вопросы. Вы говорите, что вы человек, который никогда не ошибается, и вы всегда правы. Но тем не менее, меня очень интересует, как, может быть, начинающего автора, неужели все-таки никогда вы не испытываете страх и ошибки? Я всегда прав не потому, что я такой самоуверенный кредит, а потому что осознание этого заставляет меня очень ответственно, мне кажется, относиться к любым высказанным суждениям. Вопросы касаются не только новинок кинематографа, но и предстоящих выборов. Встреча при полном аншлаге. Антона давно читаю в интернете, в фейсбуке, читаю его рецензии, смотрю в вечернем Мурганте. По его отчасти рекомендациям выбираю фильмы для просмотра. Киноэстет такого уровня в Архангельске, пожалуй, впервые. В столице Русского Севера Антон Долин в рамках проекта «Открытая библиотека» презентовал свою книгу «Оттенки русского». Это сборник очерков об отечественном кино. Я сам дилетант, я никогда не учился критики, не учился кино, не заканчивал в ГИКа. Я, конечно, пишу для широкой аудитории. Надеюсь, что это не мешает мне в каких-то ситуациях говорить какие-то новые вещи, не оставаться на поле банальности. Пока одни зрители наслаждаются живым общением, молодые архангельские кинематографисты хотят услышать экспертную оценку своего творчества. Сейчас он для архангельских молодых кинематографистов необходим как катализатор. Критерии его оценки очень ценятся молодыми кинорежиссерами. Подводя итоги двухчасового общения, Антон Долин говорит, создать кино может каждый, у кого есть талант и мысли в голове. Таков секрет успеха Долина. Владлена Романова, Анна Рязанова, Денис Линчевский, Регион 29. Попадание в цель. В Архангельске открылся новый стрелковый тир. Его удалось оснастить оборудованием, которого ранее в регионе никогда не было. Зато теперь есть много шансов на новые медали. Именитый тренер Александр Поздеев демонстрирует обновку. Это экипировка для винтовочников отечественного производства. Закупили семь комплектов. Она и осанку спортсменов бережет, и спортивный бюджет. Нам такой костюм, брюки и куртку покупать за рубежом – это минимум 70 тысяч. А в Североденске нам шьют за 30. Спортсмены надеются, новую форму, новый тир поможет украсить медалями. В этом году их уже заработано 14 золотых – 3. Леонид Якимов вновь на огневом рубеже. В тире сборная региона готовится к чемпионату страны. Это лучшее оборудование, по которому стреляют. Сейчас проводят соревнования и на чемпионатах мира, и олимпийских играх. Поэтому все возможности у нас. Мне тут очень нравится. Хороший ремонт, оборудование новое. Оборудование – это профессиональные тренажеры, пневматические пистолеты и электронные мишенные установки. В новом тире расположены зал для стрельбы из пневматики, галерея для стрельбы из малокалиберного оружия на 50 метров. Делать что-то с технологиями вчерашнего дня – это значит, лучше ничего не делать. Понятное дело, что мы старались, чтобы и здание, и все технологии, которые здесь используются, были на самом современном уровне. Мы хотим медалей. Медалей чемпионатов Европы, мира, олимпийских игр. Значит, здесь все должно быть лучше. В новом тире в начале марта уже прошли соревнования Кубка области по пулевой стрельбе. Сейчас курс на большие соревнования в Краснодаре. В апреле там пройдет чемпионат страны. В турнире участвуют более 250 стрелков из 41 региона. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29. Такие новости сегодня. Я прощаюсь с вами. Берегите себя и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова